Как получить юридическую консультацию, что необходимо включить в перечень предметов гуманитарной помощи и куда следует обратиться для получения адресной поддержки. Ответы на эти и многие другие вопросы родные мобилизованных химчан смогли получить на встрече с депутатом Государственной Думы Ириной Родниной и муниципальным депутатом Артуром Каримовым. Чем больше мы имеем от вас информации, у нас создана отдельная комиссия, которая уже все это собирает, раскладывает по полочкам. По словам Ирины Родниной, зачастую семьи мобилизованных не осведомлены, на какую поддержку они могут рассчитывать. Подобные встречи с семьями военнослужащих в химках проходят регулярно. Достаточно слабая информированность о тех льготах, которые имеют право семьи и военнослужащие. Вопрос касался, иногда очень поздно приходит какая-то информация. Вопросы касались, что необходимо, потому что потребности у всех разные. Плюс кто-то на переднем крае, кто-то в другой территории, но все равно какие-то просьбы, запросы идут. По словам демобилизованного химчанина Владимира Конного, несмотря на полное обеспечение, потребности у солдат высокие. Слишком много элементов оснащения быстро выходит из строя при выполнении поставленных задач. Многое идет как расходный материал, те же рации, та же форма. Два-три выхода на боевые задания и форма летит. Массеты тоже самые. Желательно их чем больше, тем лучше. Особенно гостей встречи интересовал вопрос оказания юридической помощи. Депутат Артур Каримов отметил, что этой теме в округе уделено особое внимание. Мы также рассказали о том, что у нас здесь на базе торгово-промышленной палаты Московского, по городскому округу Химки, работает бесплатный юридический центр для всех желающих, для населения, для предпринимателей, а также особое внимание уделяем семьям мобилизованных и военнослужащих. Все озвученные проблемы депутаты взяли на личный контроль. Александр Сергеев, Руслан Сафин, Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин